Интересно, что потом я мог там через организаторов это направить. Сейчас во всех докладах звучали разные мысли, но везде использовалось понятие российской продукции. Каждый вкладывает в это что-то свое, но с точки зрения государства, российская – это та, которая входит в реестр ЕРРРП, а не российская – это, которая не входит. Поэтому ключевой вопрос, каким образом продукция будет попадать в реестр. Потому что вся продукция, попавшая туда, будет считаться российской, и к ней будут применяться все те самые более или менее жесткие, действенные и обширные инструменты поддержки, о которых мы говорим. Поэтому это сейчас ключевой вопрос. Вот я хотел просто показать, как сейчас выглядит изменение критериев. позволяющих, соответственно, которым требуется для попадания в реестр. Коллеги, виден экран? Да. Я буквально быстро пробегусь, поскольку, чтобы время не занимать, это там три минуты. Вот в первой колонке показана суть, да, критерия. Во второй колонке, как он формулирован сейчас, в 878-м постановлении. И в третьей колонке, собственно, как предлагается в текущей вывешенной на регуляйшн версии 719. Я конкретно разобрал два кода. 121-й – это DVD-м оборудование, и 122-й – это маэстральные маршрутизаторы. Ну, то есть основное оборудование наше там и некоторых других производителей. То, что нам хорошо известно. Вот мы сравниваем просто по пунктам и видим, что, например, в части владения программным обеспечением была формулировка, что заявитель является разработчиком, обладает правами и осуществляет модификацию. Что предлагается? Наличие прав и доступа к исходному тексту и необходимых инструментов. Ну, понятно, что существенное ослабление, а доступ можно продемонстрировать, показав просто доступ онлайн, допустим, к серверу иностранной компании. Ну, так этот критерий удовлетворяется. Допустим, владение полным комплектом подлинников документации. Как было? Вернее, не как было, а как сейчас, в 878-м. Принадлежат подлинники конструкторской, технологической, эксплуатационной, имеет возможность осуществлять адаптацию и модификацию, является разработчиком. Достаточно большой комплект документов представляется для того, чтобы это подтвердить. Что предлагается? Наличие прав. Прав на документацию. То есть договор купли-продажи прав на какой-то комплект. Саму документацию вообще можно не показывать. И наличие какой-то абстрактной научно-производственной базы. Что такое научно-производственная база? Она может быть контрактной. Это какой-то дизайн-центр, который берется за разработку. Он может ее не выполнять, но подтвердить готовность к этой разработке. Тоже непонятно. Проверка производства. Ну, здесь все попроще, потому что, собственно, 719-е. И призвано проверять производство. Какое-то количество технологических операций, значит, должно быть проверено, им присваиваются баллы. Проверка наличия гарантийного обслуживания. Как было? Надо было продемонстрировать, что есть служба гарантийного подгарантийного, техподдержки, ремонт. Как сейчас звучит? Наличие сервисного центра уполномоченного осуществлять ремонт. Ну, сама формулировка, честно говоря, отсылает к сервисным центрам зарубежных производителей. Ну, по крайней мере, мы это так читаем. Уполномоченного кем? Кем-то уполномоченного осуществлять ремонт, а не имеющего контрактное обязательство с компанией-заявителем на поддержку, ремонт и так далее, технической функции. Проверка использования интегральной схемы. Тут ослаблено требование, но вот это, наверное, пожалуй, единственное изменение, с которым мы согласны, просто по причине отсутствия гарантированной доступности российских интегральных схем в настоящее время. Вот. И последнее, совершенно вопиющее, что сейчас-то 878 подразумевает наличие методики оценки уровня локализации. Эта методика, кстати, бальная, достаточно подробная. И требование иметь эту методику, утвержденную Минпромторгом, находится прямо в основном тексте указа, подписанного представителями правительства на тот момент Медведева. То есть без этой методики не обойтись. Что происходит сейчас в предлагаемых изменениях? Под пункт В признать утратившим силу, отменить методику, устранить методику. Не будет больше никакой методики, утвержденной на таком высоком уровне, а будет только расчет уровня баллов, присваиваемых за выполнение технологических операций. Это то, что я выше показывал. И если получится применить российскую микросхему. То есть перечень критериев из того, что было, а именно оценка фактически владения технологией и технологического суверенитета, отработанная там примерно за 10 лет и более-менее успешно работающая, превращается в методику проверки подтверждения производства. А критерии, касающиеся разработки, оставлены в декоративном виде. То есть вместо документации, права на документацию, вместо владения исходным кодом, доступ к исходному коду, вместо подтверждения полного цикла разработки, наличие какой-то абстрактной научно-производственной базы. То есть мы, как компания, которая каждый год проходит процедуру проверки торб и каждый год проходит похожую процедуру подтверждения уровня локализации по критериям Ростелекома, мы понимаем, как берется проверка, что проверяется в зависимости от того перечня документов. И мы понимаем, что если пройдут те предложения, которые сейчас вывешены и формально уже завершено их общественное обсуждение на самом-то деле, и все идет к тому, что они будут приняты, то вот те критерии, которые сейчас предложены, если они пройдут, пройдет любая компания, просто привозящая из-за рубежа готовое оборудование, заключив несколько весьма формальных договоров с несколькими предприятиями. То есть это пройти элементарно, особенно если экспертиза переходит в ТПП региональную. Ну, мы понимаем, кто работает в региональных ТПП. То есть это, можно сказать, просто полное снятие барьеров перед китайским оборудованием на российском рынке. Я просто хотел сказать, что такой анализ проведен. Если он кому-то интересен, я готов выслать просто в частном порядке. Спасибо. Андрей Владимирович, спасибо большое. Со своей стороны скажу, что в табличке, которую вы показали, если бы я пытался разобраться в вопросе, для меня бы еще более очевидно и усугубило бы мое внимание наличие еще двух столбцов, четвертый столбец. В случае принятия действующей редакции вот такие конкретные китайские производители станут российскими и выйдут на рынок на тех же условиях, что и Т8 и другие производители. И с указанием, если это возможно, прогнозы изменения доли рынка в этом случае. И пятый столбец – это предлагаемое решение. Ну, условно, да, не допустить или исключить, или новые формулировки 719 изложить в такой-то редакции. Но проблема вся в том, что я понятия не имею, кому этот документ имеет смысл показывать. Просто потому, что если нашлись люди, которые в состоянии продавить отказ от торпа, который держался сколько? Больше 10 лет, по-моему, если не ошибаюсь. Да, 10 лет. Да. Значит, вот если это удалось, при том, что все участники рынка понимают, насколько это действенный инструмент, насколько он полезный, там все обо всем договорились. То есть это реальное отраслевое консолидированное сообщество с длительной историей. Все друг друга знают, все понимают правила игры. И что вот несмотря на это, при том, что это было самое консолидированное сообщество, удалось продавить сверху, и это, я убежден, не случайность, то вот кому это нести для того, чтобы отстоять эту позицию, я, честно говоря, не знаю. Думаю, что Минпромторгу не хватит сил просто перебороть это. Поэтому здорово, что вы это видите, вы можете это рассказывать, но кому идти, может быть, Ярослав подскажет. Ну, мы сейчас пользуемся всеми имеющимися у нас в наличии каналами донесения информации. То есть вот, например, здесь я выступаю, вот в чат выложил. То же самое в АНОТТ направлено, обсуждено буквально сегодня в течение дня, потому что уже деваться некуда, все достаточно плохо. Ну и всеми другими методами, которые мы имеем, мы эту ситуацию доносим, потому что, на наш взгляд, это ничей-то недосмотр, это сознательная реализация определенной стратегии. Печально думать, если эта стратегия, ну, как бы согласована на самом верхнем уровне в рамках какого-то общего пакетного соглашения с китайскими товарищами. Понятно, что наверняка есть давление с той стороны, требующее ослаблять барьеры допуска на рынок китайских производителей, ну, например, за ту поддержку, которую Китай нам оказывает. Это все какая-то большая политика. Но что касается конкретно нашего сегмента рынка, ну, скажем так, он китайцев не спасет в плане... Ну, это просто для них дополнительные проценты, два или три рынка. А вот их выход сюда и победа ими, нас, российских производителей, это для страны утеря технологического суверенитета в достаточно чувствительной области. Вот в чем проблема. И почему-то не удается это донести. Не знаю почему. Потому что мы не знаем, до кого нужно это донести. Либо доносим до того, кого нужно, но он нам не говорит, что на самом деле... Ну, мы доносим, а они делают все равно по-своему. Ну, как вот. Да, а мы не понимаем, почему это, да, любые обращения к отрасли о том, что давайте что-нибудь сгенерим, они, по сути, дезавуируют с тем, что вот у вас не понимают, а что еще генерить, мы уже все придумали. Коллеги, не хотелось завершать на негативной ноте, поэтому давайте все-таки немножко позитива. Я благодарен, что наша... Евгений Аркадьевич, погодите, у нас там есть желающий. Желающий? Да, вот Сергей Маслехин. А, извините, я не заметил, конечно. Да. Продолжение следует... Спасибо. 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 Ну, мы не против, но есть другая сторона медали. Способность делать что-то самостоятельно. Ракету, бомбу, ядерный реактор или телекомоборудование. Вот эта способность, она либо есть, либо нет. Да, спасибо. Ну, вы совершенно правильно говорите, я согласен. Ну, я напомню, что у нас уже был опыт совместного предприятия с Huawei, уфимский проект. Чем закончилось, многие еще помнят, хотя времени прошло с тех пор много. Ну, а что касается 208-го постановления, о котором вы говорите, о том, что там есть дизайн-центр, который разработает что-то, потом будет документация передана производителю, и потом, кстати говоря, дизайн-центр несет ответственность за последующую реализацию продукции, которую он разработал. Это у нас агентство технологическому развитию, по-моему, там оператором является. Так вот, для справки, по состоянию на прошлый год у нас количество проектов в радиоэлектронной промышленности, которые пошли через 208-е постановление правительства, исчислялось то ли 8-ю, то ли 9-ю. И это были достаточно несложные проекты. Все остальное – это прокладки, метизы, какие-то узлы, вакуумные оборудования и тому подобное. Ну и с другой стороны, если речь идет о разработке чего-то высокотехнологичного, то никакой дизайн-центр с бухты-барахта ничего нового не разработает. Если они обладают компетенциями для того, чтобы разрабатывать что-то более-менее передовое, высокотехнологичное, то, как правило, это предприятие, которое специализируется именно на этом оборудовании. Попробуйте вот сделать с нуля то, чем занимается Т8. Ну, не получится. Так что здесь это ни в коем случае не интерпретация, а даже если это была бы интерпретация, нет никаких проблем сказать об этом представителям отрасли, что вот у нас есть такая идея, что это сработает. Так вот это тоже не говорится, и мы находимся в этом плане в информационном вакууме. Информацию отправляем, а в обратную сторону ничего не получаем и только удивляемся тому, какие в итоге проекты документов выходят на согласование. Но заканчивая на позитиве, если вопросов больше нет, поднятых рук не вижу, еще раз хочу поблагодарить всех, что вы выдержали до конца. Мы практически не снижаемый уровень внимания, у нас плюс-минус 20 человек было на протяжении всего мероприятия. Всем спасибо за подготовку интересных презентаций, за интересную открытую дискуссию. Ну и будем надеяться, что все высказанные предложения в этот раз все-таки получат чуть больше развития, чем в предыдущие годы. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok